Очень многие задают вопрос, возможно ли обучить качественной торговли на бирже, если обучающий бизнес-тренер сам не имеет опыта торговли на бирже, а знает биржевую торговлю только с точки зрения теории. В некоторой компании реализуют такую практику. Мое мнение состоит в том, что теоретически это возможно, но результат такого обучения будет оставлять желать лучшего. Это то же самое, если вы обучаетесь водить самолет, и ваш инструктор не умеет водить самолет. Как правило, результаты такого обучения не понравятся ни самому клиенту, ни тому человеку, который это обучение производит. У таких клиентов, как правило, относительно немного шансов зарабатывать на фондовом рынке. Через некоторое время они уходят при этом в свою злобу, в свое недовольство. Они, естественно, переносят как на тренера, который таким образом обучал их, так и на компанию, которая приглашает на работу таких тренеров в серьезных компаниях. Основной упор делается на то, чтобы в учебном центре работали люди, которые торгуют на бирже сами, которые на своей шкуре испытали, что такое глубокие падения биржевых котировок и стремительный рост. Чем больше опыт у тренера, тем лучше. Потому что основная особенность биржевой торговли заключается в том, что время от времени определенные ситуации повторяются. И если тренер на практике не испытает на себе влияние этих ситуаций, то обучение не будет качественным. Одна из методик обучения заключается в том, что после теоретической подготовки, когда дело доходит до практики, начинаются совместные практические занятия. И тренер, вкладывая свои собственные деньги в фондовый рынок, показывает определенные стратегии на своем счете обучаемому человеку. И они торгуют параллельно. То есть тренер торгует своими деньгами, ученик торгует своими деньгами. Делают они это параллельно. Ученик смотрит на то, какие действия совершает тренер. И таким образом перенимает его опыт. Я считаю, это очень грамотный и правильный подход. Единственное, что тут надо подходить очень индивидуально. Все люди разные, у всех разные головы. Кто-то из нас гуманитарий, кто-то из нас технарь. Соответственно, разным людям необходим различный срок для обучения. В этом случае тренер, конечно, должен быть очень гибким. Среди широких масс населения очень часто можно встретить мнение, что биржевая торговля – это какое-то нереальное занятие, а скорее азартная игра. Не буду отрицать, что когда у нас в стране закрылись игровые клубы, игровые автоматы, я почувствовал довольно приличный приток клиентов. Но эти клиенты с самого начала были настроены на то, чтобы относиться к биржевой торговле как к азартной игре. То есть они приходили сюда не за прибылью, они приходили сюда за ощущением драйва, за тем, чтобы почувствовать какой-то азарт. Им был важен сам процесс, им был неважный результат. Они говорили даже совершенно по-другому, не как говорят инвесторы, не как говорят трейдеры. Они говорили, я не купил акцию Сбербанка, я поставил на акцию Сбербанка, вот были их слова. Поэтому каждый человек, кто приходит на фондовый рынок, он сам решает, во что он превратит это занятие. По моему мнению, я сам уже торгую 7,5 лет, торговля на фондовом рынке – это очень серьезное занятие. К нему стоит относиться как к отдельному направлению своего бизнеса. Соответственно, все решения вы должны очень четко взвешивать. У вас должна быть торговая стратегия, вы должны четко ее придерживаться. Если у вас нет торгового плана, если вы не соблюдаете правил риск-менеджмента, если вы каким-то образом допускаете азартные действия и торгуете не ради результата, а ради самого процесса, то ничего хорошего вас в такой торговле не ждет. Но если у вас есть хорошая торговая система и хорошая методика принятия торговых решений, зарабатывать можно очень хорошо. Банки дают 7-8% в год, на бирже 7-8% можно сделать за неделю, иногда быстрее. Торговые стратегии, которые используют клиенты, конечно, бывают разные. Тут, если смотреть глобально, два основных варианта. Можно делать упор на приходящие новости экономического плана, на статистику и торговать по этим новостям. Это называется фундаментальная торговля, торговля по фундаментальным факторам. Еще мы это называем фундаментальным анализом. Либо использовать в своей торговле какие-то математические модели, которые основаны на том, что трейдер должен следить за соотношением между покупателями и продавцами. Когда сильнее покупатель, когда общий объем спроса значительно превышает объем предложения, то рынок, естественно, склонен к тому, чтобы расти. Когда ситуация меняется, и у продавцов намного больше сил, намного больше ресурсов, объем предложения намного превышает спрос. Рынок склонен к падению. В Европе, в Соединенных Штатах в той или иной степени, либо с помощью самостоятельной торговли, либо с помощью доверительного управления, пифов, структурных продуктов. Вот там в фондовый рынок инвестирует большая часть населения. У нас этот процент пока что небольшой. В силу того, что мы все равно двигаемся по западному пути, со временем этот процент будет расти. Это процесс объективный, и от этого никуда не деться. Особенность нашего российского рынка, а торгую я именно на нашем российском рынке, заключается в том, что мы довольно сильно зависим от, так называемого, внешнего фона. Зависим мы от того, как отторговалась Америка, от того, как отторговалась Европа. Зависим мы от тех новостей, которые накопились за ночь. И в силу вот этой зависимости практически каждый день мы на нашем рынке с утра сталкиваемся с так называемыми разрывами. Эти разрывы называются гэпы. Бывают гэпы вверх, бывают гэпы вниз. Это значит, что буквально с первых секунд торгов цена на определенную акцию, ну скажем, на процент, на полтора, либо выше, либо ниже, чем последняя сделка вчерашнего дня, чем цена закрытия. Вот в большинстве случаев после таких вот разрывов бывает определенное движение в обратную сторону. То есть если мы сталкиваемся с разрывом вверх, и буквально с первых секунд рынок растет на 1-1,5%, то, опять же, в большинстве случаев потом следует определенный откат. Он бывает разным, бывает большим, бывает маленьким. Иногда мы закрываем гэп полностью, то есть откат на эти же самые 1-1,5%. Моя стратегия заключается в том, чтобы ловить вот такие откаты в противоположную сторону. На все про все у меня уходит 3 часа в день, потому что, как правило, вот такие вот противоходы, они завершаются до 12-ти, либо до часу. Если я вижу, что противохода нет, то в этот день я просто не торгуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова